Началось все с небольшой практики, основанной на концентрации на одном человеке и его действиях, с согласия этого человека, чтобы не нарушать его личных границ. Это был обмен эмоциональными сигналами, которые я проводил вместе с этим человеком, отражая его эмоции и чувства. Мы записывали время, когда получали эмоциональный сигнал или изменения в теле, чтобы подтвердить точность нашей практики. С каждым разом результаты становились все более точными и достоверными. Во время практики я использовал лицо как экран для восприятия. Например, когда мой партнер по практике отправлял мне мысленный сигнал, я чувствовал легкое жжение в определенной части моего лица, что становилось индикатором его эмоционального воздействия. С течением времени я начал распознавать, кто отправляет мне сигнал за несколько секунд до того, как мне звонили на мобильный телефон. Это демонстрировало эффективность нашей практики и развитие моих сенсорных способностей. Мой опыт с сенсорной практикой изменился немного после начала общения с медиумом. Когда информация передавалась медиуму с тонкого плана и была предназначена специально для меня, я также чувствовал и воспринимал эту информацию. Это создавало удивительное чувство взаимодействия и интереса к тому, что медиум передавала мне. Этот опыт подчеркивает глубину наших человеческих способностей и потенциала для восприятия и взаимодействия за пределами обычных чувств. Он показывает, как мы можем улучшить нашу способность воспринимать и понимать энергетические и эмоциональные воздействия вокруг нас.